Считаешь себя профессиональным геймером или крутым гиком? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Как вы поняли, с вами Мак. Сегодня у нас с вами в обзоре вот такое вот замечательное коллекционное издание игры не автомата. Прежде всего, хочу обратить внимание на упаковку. Она очень-очень красивая, такая белоснежная, с такими вот знаками. Я в игру еще не играл, я не знаю, что они означают. Я даже в первую часть, грубо говоря, не играл. Поэтому, в принципе, ну, я играл в демку вот этой части, и демка мне очень понравилась. Я вообще, в принципе, люблю игры от Platinum Games. Вот, здесь у нас что входит в издание. И не могу понять, честно говоря, за что так ругают игру. Мне, вот, по демке, мне игра очень понравилась. Буду проходить, думаю, даже постримить. Так что, следите внимательно за каналом. Ну что ж, давайте ее распакуем, посмотрим, что же там интересного. Так. Снимаем скотч. О, крутяк. Коробочка то, что надо. Очень классно сделана коробка. Тоже состоит из таких двух отсеков. Так, это был не отсек, это был один сплошной корпус. Просто, скорее всего, эта часть, это пьедестал коробки. Коробка, кстати, очень красивая, черная. Тоже с таким вот логотипом. Но придраться не к чему пока что. Такой твердый картон. Открываем. Так, смотрим. Кстати, очень похожа упаковка на коллекционное издание Dying Light. Что мы здесь с вами видим? Первый, прежде всего, фигурка. Мы ее потом с вами рассмотрим. Следом у нас идет, ох, нифига себе, какой классный вообще этот стилбук, так сказать, арбук. Стилбук, посмотрите. Давайте его рассмотрим и пойдем дальше. Итак, вот такой вот у нас стилбук. Он немного переливается. На главной его части мы видим главную героиню. Я так понимаю, двух остальных второстепенных персонажей. Стилбук очень классного, хорошего качества. И сама по себе рисовка очень стильная. Корешочек. Давайте же его откроем и посмотрим, что там. Так. В правом отсеке мы видим, разумеется, саму игру. И сразу можно посмотреть скин. Вот такой вот второй. Тоже очень классно выглядит. В левом отсеке у нас саундтрек. Саундтрек. В машинке послушаю. Вот такое вот продолжение рисунка. Саундтрек. И идет у нас отдельно к нему паспорт, в котором говорится, сколько композиций и какая их длина. По лицензии Square Enix. Руководство пользователя. Ну, это все ясно. И код на дополнительное скачивание. Четыре скина. Я так понимаю, это вот этого помощника, который с ней ходит. Который всех рубит с автомата. И маска для ее лица в виде такого вот непонятно чего. И Grimmer Wayspot. Я тоже не знаю, что это, честно говоря. Я же говорю, что играл только в демо-версии. Я такого не помню. Ну, в общем, прикольный такой контент. В любом случае, буду разбираться. Пока что, пока что я остаюсь довольным. А это ведь только начало. Это ведь только начало. Не, ну, стилбук, согласитесь, охрененный. Далее у нас идет не менее охрененный артбук. Вот посмотрите, сколько должно быть страниц в хорошем, качественном артбуке, которое должно идти в коллекционные издания. Я вам говорю, что классное коллекционное издание. Это хороший, толстый артбук. Хороший, качественный стилбук. И фигурка. Для меня это идеальное коллекционное издание. Ни больше, ни меньше. Сюда же можно и не класть саундтрек. Ну что ж, давайте посмотрим. Слушайте, страницы такие плотные-плотные. О, круто, красота. Ну, разумеется, как любой артбук делится на миры. Очень плотные страницы. Хм, что сказать, очень. Может быть, они как раз и создают такой, знаете, объем. Да, миры крутые. Думаю, будет интересно побывать в персонажи. Ну, конечно, японщина проглядывается, безусловно. Безусловно. Они это, в принципе, и не скрывали. Как ошибка выдает, прикольно сделано. Так, у нас, в принципе, закончился артбук. Насколько же он страниц? Здесь не показано. Здесь не показано. Может, в начале, в углублении? Нет. Но артбук, я вам хочу сказать, очень классный. Вот это класс. Действительно. Хороший, толстый артбук. Ну, разумеется, последнее. Одно из самых важных, если не самое важное. Это фигурка. Да, фигурка небольшая. Хочу вам сказать, я уже вижу. Я что-то думал, что она будет больше. Но, с другой стороны, если она была бы больше, то фридционное здание бы стоило в два раза больше. Инструкция на японском. Написано, что они для продажи отдельно. Отлично. А, ну, конечно же, кто бы мог, кто бы сомневался. Так. Вуаля! Значит, что хочу сказать. Для такого размера фигурка проработана шикарно. Просто отлично. Сделано все по высшему разряду. Стоит она на таком вот роботе, я так понимаю. Внимание! Уп! Уп! Все. Хорошо понемножку, пацаны. В общем, фигурка очень классная. Даже вот претензий не к чему предъявить. Единственное, что, я же говорю, это ее размер. Но нужно учесть, что если бы она была в два раза больше, то и цена была бы в два раза больше. Рассмотрим фигурку более детально. Стоит она в такой вот боевой позе. На каком-то дроиде, роботе. Ее платье шикарно, точнее, платье-плащ, можно даже сказать, переливается такими вот замечательными узорами. Даже видно, что у нее обувь такая грязная. Да, все сделано на высшем уровне. Скажу честно, что действительно, такое вот издание с такой фигуркой это твердая десятка. Но, как я говорил ранее, ни одна коллекционка не стоит своих денег. В принципе, как и игра. Ну что ж, дорогие друзья, такое вот было коллекционное издание игры Ния Автомата. И хочу вам сказать, что издание классное. Вот честно. Обалденный стилбук. Потрясающий артбук. Не менее потрясающая фигурка. Я изданием полностью доволен. Но хорошее оно или нет, разумеется, решать вам. Приобретать его или нет, опять же, решать вам. Но мне пора с вами прощаться. С вами был МакГрубер. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Мы еще с вами увидимся. До новых встреч. До свидания.